Здравствуйте! В эфире новости в студии Олеся Акинфеева. Сегодня в выпуске. Развитие округа. О реализации государственных и муниципальных программ говорили на очередном оперативном совещании. Утвердили единогласно. Депутаты назначили дату проведения конкурса на должность главы городского округа. Морской праздник. День Нептуна отметили в социально-революционном центре для несовершеннолетних. О реализации муниципальных программ и о работе по выявлению объектов самовольного строительства и фактов нецелевого использования земельных участков. Сегодня в администрации Серпухова прошло оперативное совещание по поручению главы муниципалитета. Провела его первый заместитель Юлия Купецкая. Более 2,5 миллиардов рублей – уточнённая сумма запланированных расходов на реализацию государственных и муниципальных программ. Из них свыше 135 миллионов – это федеральные деньги, более 1,5 миллиардов – региональные, более 500 миллионов – городская казна. Заместитель главы администрации Елена Сидоракова сегодня подробно остановилась на всех расходах. Так, по программе здравоохранения Подмосковья будет потрачено 11 миллионов на капремонт пищеблока в роддоме, на ремонт кабинетов ЦРБ – 4 миллиона. Средства госпрограммы «Культура» – это пополнение книжных фондов-библиотек на 900 тысяч рублей. Муниципальные театры получат поддержку в размере 6 миллионов. За счёт бюджета городского округа ведутся работы в 17 образовательных учреждениях. Закончатся они до начала нового учебного года. Готовятся документы по строительству ФОКа на улице Фирсова, новой школы, на 825 мест в Ивановских двориках и детского сада на Ногинке. Программа развития дорожно-транспортного комплекса представлена пятью направлениями. Сумма финансирования – более 150 миллионов рублей. Почти все – из регионального бюджета. Парковки. В июне текущего года заключены контракты на устройство парковок по улице Советская и Северное шоссе. В ТЦ «Атлас» контракт заключен. Завершение работ предусмотрено в июле текущего года. В Ливневке. За счёт средств местного бюджета проведены две закупочные процедуры на ремонт системы ливневой канализации. По улице Советская контракт заключен. Работы завершены. В посёлок Большевик контракт заключен. Ведутся работы. Завершение работ в августе. Объём финансирования программы формирования комфортной городской среды – более 500 миллионов рублей. Почти 125 из них федеральные, 190 – региональные. Приводят в порядок четыре пешеходные зоны. Затраты в 102 миллиона рублей. Это реализация проекта «Светлый город». В территориальных отделах к октябрю установят более 450 опор, 2500 светильников. Голый провод заменят на самоизолированный. По поручению главы городского округа Серпуха в рамках обращения жителей в посёлок Оболенск будут произведены работы по устройству хоккейной коробки. Сроки заключения контракта – июль, выполнение работы – сентябрь. По программе губернатора «Наша Подмосковья» пять новых детских игровых площадок. В территориальных отделах запланирован ремонт 12 дворовых территорий. Из них три двора с учётом софинансирования. В 2019-м продолжится ремонт подъездов многоквартирных домов. В списке 432. Уже отремонтировано более 80. Вся деятельность администрации строится на выполнение государственных программ. Дело расходование денежных средств осуществляется в соответствии с решением бюджета и с теми решениями, которые прописаны в программе. Основные сроки по исполнению муниципальных контрактов указаны в докладе – это август-сентябрь 2019 года. Поэтому предлагаю каждый вопрос рассмотреть отдельно уже по результатам выполненных работ. Я думаю, что и для членов оперативного совещания, и для жителей города будет уже интересно посмотреть на те работы, которые выполнены, и на как эти работы приняты уже непосредственно администрации. Проанализировали на совещании результат работы по выявлению объектов самовольного строительства и фактов нецелевого использования земельных участков. На территории Серпухова с начала года обнаружено более 30 самовольных построек. В настоящее время на территории городского округа имеются следующие самовольные постройки. По улице 1 Московская, дом 44А, на земельном участке с видом разрешенного используем для индивидуальной жилой застройки, осуществлено строительство двух нежилых зданий. Администрация в адрес собственника земельного участка направлена к претензии о сносе самовольной постройки. В случае не выполнения требований последует обращение в суд. Четырёхэтажное здание улицы Чехова, дом 35, не соответствует параметрам разрешенного строительства. Направлена претензия. Здание склада готовой продукции на Борисском шоссе. Строительство объекта осуществлено в отсутствии разрешения на строительство. Направлена претензия о сносе самовольной постройки. Здание цеха металлической конструкции расположено в районе Борисского шоссе. Исковое заявление находится на рассмотрении в арбитражном суде Московской области. Мойки самообслуживания на Арестово и на Борисовском шоссе возведены без разрешения на строительство. В адрес собственников земельных участков направлены претензии о сносе самовольных построек. Ещё возведённые с нарушениями объекты выявлены в Пролетарском, Большевике, в Старых Кузьмёнках, Волохово, Липецах, Новосёлках. Используются не по назначению 128 земельных участков, в том числе и земли сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются, зарастают кустарником и борщевиком. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 1% от кадастровой стоимости земельного участка, на юридических лиц от 2 до 10%. Возможно, по закону и изъятие земельных участков. На совещании отметили, что работа по выявлению нарушений земельного и градостроительного кодексов администрации будет продолжена. В администрации Серпухова состоялось очередное заседание Совета депутатов Объединенного городского округа. В этот раз его провел заместитель председателя Павел Гущин. На рассмотрении два основных вопроса. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета докладывает Виктория Жарикова. На прошлом заседании народные избранники приняли положение. В этот раз решают назначить проведение конкурса на 21 августа. Он состоится в ходе очередного депутатского заседания. Кроме того, стали известны имена членов конкурсной комиссии. В нее должны войти шесть человек. Три выдвигает Совет депутатов, еще три назначает губернатор Московской области. Предлагается назначить членами конкурсной комиссии Задорожнюк Светлану Валерьевну, Клюева Евгения Владимировича и Шульгу Михаила Алексеевича. Комиссия по нормотворчеству, проходившая накануне, одобрила кандидатуры. Все предложения депутаты поддержали единогласно. 80 новых контейнерных площадок до конца года должны появиться на территории городского округа. Значительная часть из них в сельской местности. Процесс установки мусоросборников тормозился из-за того, что жители не могли определиться с местом их размещения. Сейчас вот начали выбрасывать направо на лево. Вот сегодня только я, например, набрал полмашины и вот по дороге вывез в контейнер. Староста Калинова Николай Такаев жалуется на неаккуратность своих земляков. Он вынужден постоянно собирать брошенные на обочине главной деревенской улицы мешки с бытовыми отходами и вывозить их на контейнерную площадку поселка Большевик. Хотя ближайший мусоросборник установлен в начале деревни. У бывших совхозных домов, жители которых не допускают контейнеру тех, кто не оплачивает вывоз бытовых отходов. Вы же тоже там можете возить мусор? Они не разрешают. Вы знаете, можно возить мусор, но они начали предъявлять им претензии, ввиду того, что мы не платили, а возили там, допустим, кто где живет. На сегодняшний день, да, совершенно справедливо. Можно ехать туда со сквитком и выкидывать туда мусор. Но народу неудобно. И сейчас вот начали выбрасывать направо на лево. Действительно, за услугу по вывозу мусора раньше в Калиново, как и во многих других деревнях, никогда не платили. Говорят, сейчас готовы оплачивать квитанции так же, как и жители многоквартирных домов. Но одной контейнерной площадки на такую большую деревню недостаточно. Жители жалуются, носить бытовые отходы с окраины, где в основном проживают старожилы-пенсионеры, неудобно. Я вот просу ее, еще там кого-то, чтобы отвезли мусор. Смотрю, и тут вот дачники особенно заберут со своего участка и несут. Ищут, где контейнер. Контейнера нет. Вот, ну и приходится им где-нибудь вот так вот швырнуть. Процесс установки контейнеров в деревне тормозился в течение двух лет еще из-за того, что люди не могли решить, где их размещать. После проведенного весной этого года собрания, жители наконец-то пришли к единому мнению. В Калиново определили места, где установят еще два мусоросборника. Два контейнера, еще дополнительно. Один здесь, на нашей стороне, один на выезде по той стороне. Будет очень удобно. Народ согласен платить, проблем никаких. Ситуация, в которой оказались жители Калиново, не единична для территории бывших сельских поселений. Прежние власти проблемами сбора и вывоза мусора серьезно не занимались. Необходимую работу с людьми не проводили. Дачники и местные в большинстве своем эту услугу не оплачивали. Поэтому во многих деревнях и селах не было даже контейнерных площадок. В лучшем случае, например, как в Фенино, она была, но без мусоросборника. Поэтому неудивительно, что бочин и дорог утопали в бытовых отходах. Сегодня ситуация существенно изменилась. В городском округе Сербху действительно должно появиться порядка 84 контейнерных площадок, которые необходимо установить в деревнях села, где они отсутствовали. Площадки будут установлены после выделения субсидий с правительства Московской области. До конца года проблема с недостающими контейнерными площадками будет решена на территории всего городского округа. Золотая рыбка, Нептун, Кикимора и Пират стали главными персонажами праздника, который прошел сегодня в городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. С морскими сказочными героями познакомились мои коллеги. Главные герои Дня Нептуна перед началом представления слегка волнуются. Как оказалось, и Кикимора, и Нептун, и Пират отмечают этот праздник впервые. Я вот только в этом году первый раз отмечаю, я даже не знала, что он вообще существует. Я вот честно словом говорю, вот сейчас мне сказали, что нам надо подготовить спектакль именно к этому дню, и мы уже собрались, нам раздали сценарий, мы их выучивали, сидели. Я люблю учить все, я люблю песни петь, я вот тут и на гитаре играю, учусь сейчас. Эту роль сложно было выучить, действительно. Ну, так как главная роль, то, что ты участвуешь в главной роли, тебе просто нельзя нигде запинаться. Тебе надо учить до единого слова. А мне вот такая вот роль выпала, то, что мне, я в роли Нептуна. Катя Волкова тоже отмечает День Нептуна в первый раз. Считает, что ее кикимора за время представления станет другой, а поначалу она явно персонаж отрицательный. Болото, грязь, потом все время где-то нашалит, как бы сделает работу свою грязную. Ну, в конце нашего представления она станет добрее, найдет друзей, и все будет хорошо. Вообще волнительно? Конечно, да, даже сейчас стою, переживаю. И только золотая рыбка чувствует себя на празднике, как рыба в воде. Я не волнуюсь с настроением, с радостным. Я очень добрая, также я приношу радость детям, подарки. Зрители тоже воспитанники Центра реабилитации для несовершеннолетних. Танцуют, отгадывают загадки пирата и кикиморы, переносят воду в коромысли, предстают в образе ловцов жемчуга. День Нептуна обычно проводят на улице, у водоемов. Но сегодня погода подвела, и водный праздник пришлось перенести в актовый зал Центра. Детям очень нравится этот праздник, потому что он связан с водой. Мы из шланга их поливали, когда жара была. И они плескались из бутылочек. Вот это вот самая, конечно, самая интересная часть для них. Но сегодня у нас будет просто игр с водой. В конце праздника исправившиеся пираты кикимора приносят с улицы сундук с подарками. Ребята получают конфеты из рук Нептуна. В выходные их ждет хорошая погода. В дни летних каникул уже традиционно спортивный клуб инвалидов равные возможности организует в Центре реабилитации «Меридиан» веселые старты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в нашем следующем сюжете. Джакала, шафлборд, корнхолл. Кто-то слышит эти слова впервые, а для кого-то это любимые конкурсы. Воспитанники «Меридиана» с азартом соревновались в увлекательных упражнениях. Все они были рассчитаны на точность, как и в привычных для обывателей мини-боулинге или дартсе. Ярый, крепок наш рубин, значит он непобедим. На торжественном открытии соревнований ребят приветствовала директор физкультурно-спортивного клуба равной возможности Татьяна Корзубова. Главное пожелание участникам – продемонстрировать ловкость, силу, быстроту и, конечно, получить массу положительных эмоций. Мы изменили формат проведения, потому что придерживаясь закона Российской Федерации от часу до трех, чтобы не было большого шума. Ребята ходят по станциям, команды набирают очки и командный зачет у них в таком формате будет. Ребята разделились на две команды с оригинальными названиями «Молния» и «Рубин». Каждый из них старался показать себя самой лучшей стороны. Для Влада Бушуева эти старты были первыми. И хотя в программе соревнований не было любимого им футбола, парень сумел найти интересную игру. Пусть сегодня футбола не было, были другие игры. Какая тебе больше всего понравилась? Мне на меня… мини-боллинг. Мини-боллинг? Да. Отлично. И сколько ты сегодня выбил за одну попытку? Десять. Влад, так же, как и остальные участники соревнований, получил свою заслуженную награду. Фестиваль прошел организованно и весело. Проигравших в этот день не было, победила дружба. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова